Проблемы со зрением, слухом, сколиоз, аллергия, плоскостопия. Топ-пяти диагнозов, которые чаще всего встречаются у детей и подростков. Миопия – это как раз касается зрения, диагностируют у каждого десятого. И это не только наследственность. Большая нагрузка на глаза из-за гаджетов – телефоны, планшеты, компьютер, телевизор. Тоже дистанционное обучение. До пандемии проблем со зрением было меньше, говорят врачи. Надо ограничивать обязательно просмотр телевизора и пользование гаджетами, насколько это возможно. Вообще в норме это должно быть не больше двух часов в день для здорового человека. Если есть нарушение зрения или какая-то патология неврологическая, то рекомендуют не больше часа в день. Если приходится ребенку заниматься онлайн, обязательно надо выполнять вот эти профилактические упражнения, делать простейшие упражнения, посмотреть в окошечко, посмотреть на окошечко. Это просто, для этого не нужны никакие приспособления. Еще одна большая проблема – сколиоз. Снова виноват ковид и дистанционное обучение? Педиатры говорят – да. Потому что в школах предусмотрено определенное ростовое наполнение классов мебелью. То есть для возраста подросткового мебель повыше, для более младшего возраста мебель пониже. В домашних условиях, конечно же, не всегда могут это обеспечить. И ребенок где-то, сидя с телефоном или с планшетом, мог на уроке просто сидеть в непонятной позе, на диване или в кресле, или на табуреточке на кухне. То есть где, как позволяли условия, там ребенок и занимался. Отсюда же и все сколиозы, лордозы, кифозы и так далее. То есть искривление позвоночника. Аллергия у детей и подростков тоже в топе заболеваний. Что интересно, не сезонная. Из питания надо исключать облигатные аллергены. Ну, исключить их может, если полностью нельзя, хотя бы ограничить. Не кушать много шоколада, много цитрусовых. Не кушать продукты, в которых содержатся консерванты, какие-то стабилизаторы, то есть эти наши ешки зловредные. И постараться чаще проветривать помещение и делать влажную уборку. В числе болезней, которые все чаще поражают детей и подростков, нарушение слуха и свода стопы. Это плоскостопие и косолапость. Врачи советуют носить удобную обувь и больше двигаться. А еще своевременно приходить к врачу, чтобы избежать последствий болезней.